Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в Украине и мире к этому часу. Наблюдатели от Европейского парламента высоко оценили проведение выборов в Верховную Раду. Об этом стало известно на встрече президента Петра Порошенко с Евроделегацией. Ее председатель Андрей Плинкович поздравил главу украинского государства с успешными демократическими выборами и отметил, они соответствуют европейским стандартам. По словам участников миссии, в целом голосование было свободным и справедливым. Наблюдатели обратили внимание на то, что главными темами во время голосования во всех регионах Украины были европейская интеграция и установление мира. Президент поблагодарил наблюдателей от Европарламента за работу и отметил, гордится украинским народом, который ответственно отнесся к выборам. Глава государства выразил надежду, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, ускорит проведение реформ. Солидарны с мнением наблюдателей от Европарламента и его БСЕ. Там заявили, выборы в Верховную Раду соответствуют демократическим нормам и международным обязательствам. В докладе миссии наблюдателей от организации также говорится, новый парламент должен гарантировать, что ключевые реформы будут приняты. Должны быть решены проблемы с уважением к верховенству права. Наблюдатели уверены, признание народом новой власти – залог преодоления национальных и международных вызовов. Тем временем Центральная избирательная комиссия Украины продолжает собирать данные голосования о парламентских выборах. По состоянию на 17.00 обработаны 60 с лишним процентов протоколов. На первом месте движение «Народный фронт» за него отдали свои голоса 21,58% избирателей. Блок Петра Порошенко набирает 21,41% голосов. Самопомощь – 11,16%. Оппозиционный блок получает 9,92%. У радикальной партии Олега Лешко – 7,35%. У Батькивщины – 5,64%. Остальные партии в Раду пока не попадают. Проголосовать на выборах смогли и участники АТО. Правом голоса воспользовались 10 тысяч военнослужащих. Остальные не смогли это сделать из-за того, что Верховная Рада прошлого созыва не внесла необходимые изменения в закон. В зоне антитеррористической операции вчера проголосовало близко 10 тысяч украинских военнослужащих. Выборчий процесс в Збройных Силах отбывался организованно. Проблемных вопросов с голосованием в пунктах постельной дислокации военнослужащих не выявлено. В зоне проведения антитеррористической операции, а также на полигонах и в районах отновления боевой готовности, особый склад взял участь в выборах шляхом смены в месте голосования, без смены выборчей адресы, и голосовал лишь в загальнодержавном, багатомандатном выборчем окружении. И об интересных событиях в мире. Знаменитый головной убор Наполеона выставят на аукцион. Помимо необычной формы, неотъемлемый атрибут образа Бонапарта примечателен еще и тем, что именно император был первым дизайнером своей шляпы. Подробнее о судьбе Лота в следующем сюжете. Во время Наполеона популярностью пользовалась треуголка. Но император решил носить шляпу иначе. Одним углом назад, а не вперед. Головной убор сразу обрел индивидуальность. Наполеон был общительным человеком, а в этой шляпе на самом деле не было ничего особенного. Она была простой. Но для того, чтобы выделиться, создать свой индивидуальный образ, он носил ее по-другому. Шляпы для Бонапарта шили на заказ. Задний угол становился все меньше, пока вовсе не исчез. Так и появилась двууголка. За 15 лет существования империи Наполеона ему шили 120 головных уборов. Восемь из них, благодаря картине живописца Карла Афон Штейбена, стали символами восьми важных этапов жизни полководца. Эта шляпа неотделима от Наполеона. Наполеон и его шляпа – одно целое. Наполеон создал важный символ. Нет другого объекта в истории Франции, более символичного для человека, которого он представляет. На аукцион выставят двууголку, в которой император принимал участие в битве при Моренго в Италии в 1800 году. На этом пока все. Увидимся в 19 часов. Всего доброго.